Всем привет! Смотрите как получить доступ ПК с телефона, планшета или другого компьютера. Как удаленно управлять компьютером через интернет с телефона или ПК с помощью браузера Google Chrome. Бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Существуют различные способы получить доступ ПК с помощью сторонних утилит, к примеру, TeamViewer или VNC. Но если у вас установлен Google Chrome, вы сможете настроить удаленный доступ с помощью браузера и расширения Chrome Remote Desktop. Приложение позволяет использовать удаленный доступ без ограничения по времени и полностью бесплатно. При этом, неважно какая установлена операционная система Windows, OS X или Linux. Везде, где можно установить браузер Chrome и расширение для него, можно настроить удаленный доступ ПК с телефона. Перед тем, как приступить к установке удаленного рабочего стола Chrome, для полноценной работы с данным приложением следует в браузере войти в учетную запись Google. После входа переходим к настройке ПК, которым вы хотите управлять. Для этого, откройте браузер и перейдите на страницу удаленного доступа. Здесь в окошке настройки удаленного доступа нажмите по синему значку «Скачать». А затем в следующем окне интернет-магазина Chrome установить Chrome Remote Desktop. Установить разрешение. В следующем окне введите имя компьютера и нажмите «Далее». В следующем окне введите имя компьютера и нажмите «Далее». В следующем этапе нужно установить пин-код для доступа к этому компьютеру. Код должен состоять как минимум из шести цифр. Еще раз для подтверждения. А затем нажать кнопку «Запуск». Вот и все. Теперь к этому ПК можно подключиться с телефона или другого ПК. Данный компьютер будет оставаться доступным в любое время, когда он включен и на нем запущен браузер Chrome. И если настроить автоматический запуск Chrome, при запуске системы он будет доступен в любое время, когда компьютер не спит. Для того, чтобы соединение не прерывалось, нужно настроить в параметрах управления питанием компьютера, чтобы система не переходила в режим сна при отключении дисплей. Когда ваш хост-компьютер настроен для подключения, все, что вам нужно сделать для подключения с телефона, это скачать и установить приложение Remote Desktop из Play Market или Apple Store. После запуска в окне приложения вы увидите компьютер, к которому вы настроили доступ. Просто нажмите по нему и введите ПИН-код, который ранее установили. Подключение. После на экране вашего телефона появится рабочий стол компьютера. После этого вы сможете перемещаться по рабочему столу, просто водя пальцами по экрану смартфона, прокручивать или масштабировать экран. Приложение для Android, проведя пальцы вниз от верхнего края экрана, вы откроете панель управления, которая позволит вам переключаться в режим трекпада, в котором вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши, нажав одним пальцем, или щелкнуть правой кнопкой мыши, нажав двумя пальцами. Открыть клавиатуру для ввода текста. Нажав по трем точкам, откроется меню дополнительных функций. Послать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Elet, подогнать размер рабочего стола под экран телефона и отключиться от компьютера. Для подключения к данному компьютеру с другого ПК откройте браузер Google Chrome и перейдите на сайт удаленного рабочего стола. Вам нужно будет войти в Chrome, используя ту же учетную запись Google, которую вы использовали в хост-системе. Для управления не нужно будет устанавливать дополнительные приложения или расширения. После перехода по ссылке вы увидите ПК, на котором настроен удаленный доступ. Для подключения кликните по нему и введите пин-код. После ввода кода на экране вы видите рабочий стол удаленного компьютера. Здесь вы также сможете перемещаться по экрану, запускать приложение и так далее. Доступны все функции, как будто вы работаете за данным ПК. Панель сбоку экрана предоставит параметры для настройки отображения и отправки команд. Ctrl-Alt-Delete или Print Screen. Это также позволит синхронизировать буфер обмена между компьютерами для удобного копирования и вставки текста между ними, осуществлять передачу файлов, нажав загрузить для передачи на удаленный ПК или скачать, чтобы получить на данном устройстве. После чего откроется проводник для выбора файла на одном из ПК. А чтобы отключить удаленное подключение, достаточно просто удалить расширение из браузера. Кликните по значку расширений, затем по трем точкам напротив Remove Desktop и удалите с Chrome. Или удалить приложение в параметрах системы. Параметры приложения удалить. Также можно подключить СПК другого пользователя, к примеру, для удаленной помощи по настройке системы или установке или настройке программ. Для такого подключения у пользователя, к которому вы хотите подключиться, должны быть установлены компоненты Chrome Remote Desktop. Затем ему нужно перейти на страницу удаленного доступа по ссылке или кликнуть по кнопке расширения Chrome Remote Desktop. В открывшемся окне открыть раздел «Удаленная поддержка» и на данной вкладке нажать «Сгенерировать код», а затем отправить тому, кто будет подключаться к этому ПК. Код действителен в течение 5 минут. За это время вы должны успеть отправить его, а другой пользователь ввести и подключиться. Для этого на другом ПК в браузере на вкладке «Удаленной поддержки» введите код в это поле и нажмите «Подключить». После у пользователя появится сообщение о том, что к его компьютеру осуществляется подключение. Он может его как разрешить, так и запретить. Так что без согласия никто не сможет подключиться к вашему ПК. После подключения вы сможете удаленно помочь друзьям или родственникам настроить их ПК. Для завершения сеанса нажмите «Закрыть доступ». В заключении можно сказать, что несмотря на некоторую ограниченность по сравнению с аналогичными коммерческими продуктами, удаленный рабочий стол Chrome безопасны в простой настройке и использовании вариант, который работает без сбоев и ограничений по времени. Если вам нужен только доступ к удаленному рабочему столу без дополнительных функций, это лучший вариант. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.